приветствую вас дорогие друзья с вами евгения таро и сайт маг экспертур сегодня мы будем с вами гадать на игральной колоде карт я взяла игральную колоду в 36 листов и гадать мы с вами будем на исполнение желания я недавно увидела одну очень интересную идею такого расклада и у меня с этой идеей возникли свои ассоциации еще и с китайской метафизикой и вот что получилось из этой комбинации я вам сейчас попытаюсь продемонстрировать надеюсь для вас этот опыт тоже будет полезен ну по крайней мере полюбопытствуйте и проверьте на своей практике и так что же мы с вами будем сейчас делать давайте по порядку вначале нам нужно загадать желание у меня есть одно желание буду сейчас гадать на свое собственное желание а не на чьё-то и озвучивать с вашего позволения я свое желание не буду но тем не менее посмотрим сбудется она или нет после того как я загадаю сейчас мысли на это желание я перетасую карты и вот что я буду делать дальше следите за руками и так я загадываю желание это свою карту процессе и так я загадала можно снимать колоду можно не снимать тут уже по вашему желанию и далее я делаю следующий я снимаю три карты сверху по порядочку это небесная удача потом достаю три карты из серединки приблизительно из любого места колоды и это у нас с вами будет человеческая удача и беру три последние карты в колоде то есть со дна колоды и это у нас будет земная удача вот то что я называю небесная удача человеческая удача и земная удача это вот как раз взято мною из китайской метафизики я чуть позже объясню что имеется в виду и достаю еще одну последнюю карту ее можно доставать из любого места колоды а можно просто смотреть ту карту которая осталась на дне и это у нас будет божественная удача то есть выбирайте какой из этих двух способов вам больше подходит больше нравится я пока что оставлю обе эти карты и так я начну с того что такое небесная человеческая и земная удача в китайской метафизики дело в том что вся судьба человека зависит от трех факторов от небесной удачи это другими словами астрология то есть все зависит от того когда вы родились в какой день какой момент как на тот момент были расположены светила на небе и другие небесные объекты то есть звезды созвездия и так далее и также ваша удача зависит от того в какую комбинацию приходят в каждый момент эти небесные тела соответственно это называется небесная удача ей отдается 33 процента от общей удачи человека от общей его судьбы дальше 33 процента отдается человеческой удачи то есть действием самого человека его самоактивности его воли и еще 33 процента отдается земной удачи земная удача это окружение то есть где вы родились в какой местности с каким климатом в каком доме каково ваше основное окружение вот это вот ваша земная удача и один процент отдается божественной удачи то есть вмешательству высших сил вашу судьбу давайте же перевернем карты и посмотрим насколько исполнение моего желания зависит от небесной удачи благосклонны ли ко мне в данном случае небеса вот я вижу десятку червовую восьмерку бубен и даму трев но в принципе со стороны неба я какого-то негатива и препятствий не наблюдаю и поддержки конечно серьезной здесь тоже нет и дама трев которая выпала в общем то я загадывала себя всегда дамой трев когда гадала на игральных картах поэтому я так полагаю что в данном случае небеса дают больше в исполнении этого желания ответственность мне ну что ж хорошо но по крайней мере не препятствует это уже плюс теперь давайте посмотрим человеческую удачу это вот мои действия по исполнению этого желания значит выпали семерка трев восьмерка трев и десятка пик но с моей человеческой удачей не все хорошо потому что во первых выпали темные карты они светлые то есть черные они красные красные считаются более благоприятными во вторых выпала десятка пик это не самая благоприятная карта в колоде игральных карт и интерпретируют ее в гаданиях по-разному конечно иногда как сюрприз как неожиданность а иногда интерпретируют как негативные какие-то поступки или действия я бы сказала так что я пока что торможу исполнение этого желания хотя семерка и восьмерка выпавшие вместе в комбинации считаются благоприятным знаком это знак удачи успеха но я сама торможу исполнение этого желания так теперь давайте посмотрим земную удачу здесь у нас валет в древ шестерка червовая и десятка буби ну что ж земная удача здесь в общем-то мне сопутствует в данном раскладе в исполнении данного желания единственное что потребуется несколько похлопотать в плане земной удачи и действительно исполнение этого желания требует с моей стороны определенных усилий и хлопот моего окружения хотя в данном случае я вижу что окружение и хлопоты моих близких увенчаются успехом здесь есть и знаки богатства и есть знаки того что хлопоты увенчаются успехом достаточно скоро и я бы так сказала что на данный момент сама торможу исполнение этого желания мне нужно это желание переложить мне нужно исполнение этого желания переложить на плечи моего земного окружения то есть моих каких-то родных и близких которые могли бы это желание исполнить их хлопоты гораздо быстрее увенчаются успехом нежели если этим буду заниматься лично я я так полагаю что звезды перекладывает эту ответственность на какую-то родственницу в данном случае даму жезлов и в данном случае дама жезлов это может быть не моя персональная карта а карта действительно родственницы когда мы видим когда мы видим в раскладе комбинацию дама жезлов и восьмерка дама трев и восьмерка трев мы понимаем что на помощь придет некая женщина которая связана со мной родственными узами ну и наконец божественная удача здесь выпала восьмерка кубков и на дне колоды оставалась шестерка бубен извините я иногда путаю название червовая восьмерка могу назвать восьмерка кубков не обращайте внимание просто я старую последнее время работы гораздо больше ну соответственно уже по инерции называю восьмерка кубков шестерка пентакли и так далее но на самом деле вы понимаете да что речь идет о восьмерке червовой и шестерке бубен а шестерка бубен это одна из самых счастливых карт в игральной колоде при гадании соответственно божественная удача тоже сопутствует исполнению этого желания и так вот такой вот незамысловатый расклад на самом-то деле его прочитать не так сложно как может показаться на первый взгляд но если у вас есть трудность но если вы испытываете трудности в интерпретации каждой карты просто посмотрите и сравните количество темных карт в раскладе и светлых карт если темные карты преобладают исполнение вашего желания затруднено если преобладают красные карты это значит что ваше желание исполнится то есть шансов у вас гораздо больше если в колоде слишком много дам и гадает женщина это может обозначать что женщина в исполнении своего желания особенно если она связана с мужчиной будет терпеть неудачу ей будут мешать соперницы если же женском раскладе выпали короли допустим четыре короля да или три короля это может быть успех женщины благодаря помощи сильного пола или ее статусу или высокому положению то же самое касается мужчин если мужском раскладе мы видим много королей и расклад не касается личных отношений это хороший знак для исполнения желания за счет статуса или помощи каких-то коллег друзей сотрудников начальников протекции и тому подобного также если мы видим все четыре туза это хороший добрый знак означающий что до желание исполнится если же в раскладе в основном мелкие карты это указывает на то что есть некоторые трудности в достижении вашего желания но а если при этом много валетов или вальтов то знаете что над исполнением этого желания вам придется изрядно попыхтеть похлопотать ну и потом смотрите откуда идут препятствия с неба это ваши какие-то личные тараканы заморочки или же ваше окружение вас не поддерживает и также смотрите где вас ожидает помощь опять же это помощь небес это вы сами хозяин своей судьбы и можете исполнять свое желание самостоятельно или же вам нужно делегировать эти задачи кому-то из близких и так вы добьетесь успеха гораздо быстрее ну и как говорится на бога надейся и сам не плашай что ж мои дорогие вот такой расклад я вам показала сегодня я надеюсь он действительно для вас был интересен ну по крайней мере примените свою фантазию поэкспериментируйте поработайте присмотритесь к этому раскладу может быть действительно вы найдете этот расклад весьма и весьма эффективным и напишите не забудете об этом написать мне в комментариях а пока на этом все до свидания но я с вами не прощаюсь надеюсь увидимся в следующем видео сюжете пока пока